рада приветствовать вас на своем канале в сегодняшнем видео мы с вами свяжем вот такой замечательный пышный снуд английской резинкой это универсальный снуд который подойдет к абсолютно любой вязаной шапочке в среднем на размер взрослого человека уходит 250 грамм пряжи я взяла достаточно толстую пряжу с меланжевым красивым переходом и у меня ушло чуть больше моточка кому понравилось присоединяйтесь и свяжем с вами вместе для вязания нам понадобится пряжа я воспользуюсь толстенькой пряжей фирмы alize superlano maxi long batik это меланжевая пряжа 250 метров в 250 граммах это пол шерстяная пряжа спицы я буду использовать номер восемь также нам понадобится крупный крючок и ножнички так как это крупная пряжа то я буду делать набор на одну спицу начальные две петельки и далее набираем еще 25 петель 1 2 3 общей сумме чтобы получилось 27 петелечек петли набраны и первую кромочную петлю я снимаю не провязанной в каждом последующем ряду первую петельку я буду снимать не провязанной далее следующую петлю мы переснимаем на правую спицу нить перед работой и вместе с ней переснимаем у нас получается такой вот накид и переснятая не провязанная петля следующую петлю я провязываю лицевой далее снова нить перед работой и переснимаем следующую петлю вместе с ниточкой на правую спицу то есть у нас получается накид и петля следующая лицевая накид петлю переснимаем следующая лицевая накид петлю переснимаем следующая лицевая накид петля переснимаем следующая лицевая накид петля переснимаем следующая лицевая и вот так до конца ряда накид петля пересняли лицевая накид петля лицевая накид петля лицевая накид петля и лицевая подтягиваем аккуратненько накид петля лицевая накид петля и следующая петля лицевая далее накид петля и кромочную петлю провязываем изнаночной второй ряд первую кромочную снимаем не провязанной далее у нас идет накид и петля переснятой в предыдущем ряду мы две петли вместе провязываем 1 лицевой далее у нас идет изнаночная в предыдущем ряду она была лицевой нить перед работой и вот эту изнаночную переснимаем вместе с накидом не провязанной на правую спицу далее снова идет накид петля предыдущего ряда мы провязываем лицевой нить перед работой изнаночную переснимаем вместе с накидом петля накид вместе лицевой изнаночную вместе с накидом петля перед работой накид переснимаем на правую спицу снова накид петля лицевой изнаночную переснимаем вместе с накидом нить перед работой петля с накидом лицевая изнаночная переснимаем вместе с накидом петля накид лицевая изнаночную переснимаем не провязанной вместе с накидом запомните что мы всегда вяжем лицевыми петлями вот эти двойные петля накид и никогда не провязываем изнаночную петлю а переснимаем ее нить перед работой вместе с накидом на правую спицу снова петля накид лицевая изнаночную пересняли с накидом лицевая изнаночную пересняли с накидом лицевая изнаночную пересняли снова лицевая изнаночную пересняли лицевая изнаночную пересняли далее лицевая и последняя кромочная петля в конце ряда изнаночная подтянули немножечко хвостик и разворачиваем на третий ряд кромочную петлю снимаем далее у нас идет изнаночная переодеваем ее вместе с накидом на правую спицу снова петля с накидом провязываем лицевой изнаночную переснимаем с накидом петля с накидом лицевой изнаночную переснимаем с накидом и вот так вот из ряда в ряд первую кромочную мы снимаем не провязанной последнюю кромочную мы провязываем изнаночной а промежуточные петельки вы увидите как ложатся изнаночную мы провязывать мы не провязываем а переснимаем вместе с накидом а вот эту скрещенную петельку из двух состоящих полупетель мы провязываем всегда лицевой то есть вы увидите что отдельная петля переснимается а двойная петля провязывается вместе одной лицевой снова пересняли с накидом петля лицевая можете делать накид а тогда снимать петельку но при этом у вас действия будут повторяться чтобы ускорить свою работу вы просто нить перед работой пересняли двойную петлю провязали нить перед работой пересняли двойную петлю провязали нить перед работой пересняли кромочная изнаночная из ряда в ряд вы повторяете все те же самые 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 обычные действия скажем так которые повторяются из ряда в ряд то есть вот она двойная петля лицевая изнаночная пересняли двойная лицевая изнаночная пересняли я думаю что здесь сложного ничего нет из ряда в ряд повторяете до нужной длины а затем я вам покажу как мы будем заканчивать то есть вот она у нас английская резинка она пышная ее видно вот и этой ширины более чем достаточно мне если хотите шире соответственно набираете больше петель я рекомендую набирать петель количество нечетное для того чтобы начиналась и заканчивалась с одинаковых петель все дальше продолжаем до нужной длины изнаночные не провязываем а только лишь все время лицевые изнаночная у нас единственная в конце ряда кромочная вот и продолжаем поворачиваем и провязываем после того как связали нужную длину обычно это метр двадцать можете метр тридцать зависимости от того насколько вы хотите чтобы объем на ложился на горловину или за капюшон ваш снуд и закрыть я вам показываю как его и далее собрать то есть смотрите первую кромочную снимаем далее у нас идет лицевая вместе с накидом и и провязываем лицевой и перекидываем на нее первую кромочную переснятую петлю не провязанную вот таким вот образом далее у нас идет изнаночная мы изнаночную провязываем над изнаночной и перекидываем только что провязанную перекинутую петлю предыдущую на последующую то есть смотрите мы закрываем по рисунку лицевая с накидом лицевой на нее перекидываем предыдущую петлю изнаночная петля надо изнаночной и на нее перекидываем предыдущую петлю снова лицевая над лицевой вместе с накидом провязываем и далее предыдущую изнаночная над изнаночной и перекидываем предыдущую то есть я делаю стандартное закрытие петель вот самым обычным способом то есть удобным для вас хотите можете провязывать попарно и возвращать я обычно делаю закрытие вот таким стандартным образом то есть смотрите вот так лицевая над лицевой изнаночная над изнаночной при этом не сильно стягиваем край и в то же время не делаем его слишком слабым он должен у нас по длине получится точно так же как наборочный край с другой стороны и так далее в конце ряда мы так и заканчиваем по рисуночку у меня это идет лицевая протяжка и изнаночная кромочная последняя петля ряда я также на нее делаю протяжку у меня остается одна крайняя последняя петля не спешите отрезать рабочую ниточку мы будем сейчас присоединять два края вместе для этого присоединяем вторую сторону там где у нас наборочный край и внутреннюю сторону мы сейчас будем делать сшивание то есть смотрите у нас сейчас внутренней стороны если вы обратите внимание наборочная косичка и вот она косичка закрытия мы должны продеть вот эту крайнюю петлю которая у нас осталась сквозь вязание тем самым замкнуть скажем начало положить связывание двух краешков снуда смотрите я продену сквозь кромочный ряд наборочной косички в начале вязания и продолжу начинать закрытие вот именно с этого момента то есть смотрите я просто проделала максимально ближе кромочному ряду кромочный ряд это вот это последняя крайняя петля здесь и здесь и далее что я делаю смотрите я делаю соединительные столбики вводя крючок то в начальные две вот здесь вот полу петельки закрытия и начальные две полу петельки кромочного ряда наборочной косички то есть смотрите вот она у нас первая петля и здесь с этой стороны первая петля я продеваю сквозь них рабочую нить и как бы делаю протяжку сквозь эту начальную петлю которую мы закончили закрывать ряд далее снова вот она следующая петля в нее мы вводим крючок с одной стороны и с другой стороны вот она полу петля и делаем протяжку то есть вот таким вот образом далее снова следующая петля в нее вводим крючок и в петлю с другой стороны выводим рабочую нить и делаем протяжку старайтесь этот краешек не слишком затягивать чтобы по ширине он у вас совпадал шириной снуда при этом получается с лицевой стороны очень красивый такой вот край здесь и с внутренней стороны получается вот такая красивая косичка вот сшивание при этом посмотрите получается непрерывно и не присоединяйте лишний раз ниточки и так далее вводите в каждую последующую петлю с одной с другой стороны за обе полупетельки продеваете и делаете соединительный столбик крючком вот так это очень легко сделать их видно и вот я провязала немножечко уже дальше получается вот такая красивая косичка она достаточно аккуратно смотрится вот с внутренней стороны с внешней стороны вот так это выглядит я считаю что это тоже достаточно аккуратно и красиво вот этот хвостик наборочного края в начале там где мы делали набор петелек это просто ниточка спрячется по тому как ложатся петельки вот можете ее закрепить чтобы наверняка и все до сшиваем до самого конца по грубому стечению обстоятельств у меня здесь вот заканчивается ниточка но мне ее хватило для того чтобы до сшивать скажем так повезло и не пришлось распускать этот последний ряд для того чтобы мне хватило наверняка все вот я последнюю протяжку сделала я вытаскиваю ниточку здесь я ее зафиксирую для того чтобы соединить наши вот эти кромочные ряды чтобы максимально ближе находились нас точки соприкосновения то есть смотрите вот они точки соприкосновения я называю это вот стыки кромочного ряда то есть вот они вот в нам нужно до сшивать до вот этого окончания кромочного ряда так как у меня здесь хвостик я сейчас его свяжу и запрячу с другой стороны с внутренней стороны вы же если до сшивали то просто делаете два раза воздушную петлю то есть пропускаете два раза сквозь рабочую ниточку петельку сквозь петельку рабочую ниточку и все на этом скажем наше сшивание закончится я сейчас еще раз вот показываю так как у меня ниточка закончилась как вы видите можно взять крючок потоньше для того чтобы было удобно я обычно узлы никакие не делаю но это как раз таки тот случай то исключение которое мне скажем повезло что хватило я думаю что у каждой вязальщицы это хотя бы раз жизни было вот и я вот сейчас этот хвостик спрячу с внутренней стороны для того чтобы он мне просто не мешал по ходу носки вот все как вы видите я спрятала здесь я ниточку то же самое можете зафиксировать ее можете узелком можете просто ее спрятать вот я сейчас покажу вам что я могу и с этой стороны узелок завязать принципе он здесь на толстой пряжи будет не грубый вот так у меня ниточка поделилась интересно и все смотрите я по ходу того как ложатся петельки просто эту ниточку спрячу то есть смотрите вот идет у нас косичка ближайшая и я вывожу сквозь эту косичку и того как ложится косичка я прячу хвостик вот так вот то есть смотрите как ложится косичка так вы и прячете вот этот краешек я думаю что этого вполне достаточно вот и можете вытащить на изнаночную сторону хотите можете такую скажем так проделать такой маневр проделать по ходу того как ложится косичка то есть смотрите вот в одну сторону либо во вторую сторону на изнаночной стороне у меня вот она изнаночная сторона можно в принципе на ней было это сделать но если честно говоря я не увидела скажем так разницу делать это с изнаночной либо с это делать с лицевой стороны можете с изнаночной вот я вам сейчас еще раз покажу вот ложатся петельки в эту сторону значит вы продеваете в эту сторону если хотите в другую еще раз покажу в другую вот продеваете в другую то есть по ходу того как ложатся петли так я всегда и прячу хвостик все отрезаете хвостик проводите вторичную тепловую обработку это у нас внутренний шовчик внешний шовчик выворачиваете и все заворачиваете снут на шее и носите посмотрите как аккуратно ложится при том что у меня сейчас идет перепад цвета пряжи вот если скажем снут однотонный одного цвета то соответственно этот перепад еще менее кидается у глаза и при этом он достаточно эстетично выглядит если вы когда-то завернете изнаночной стороной наверх то есть он аккуратно выглядит и мне такой способ нравится при вывязывании резинки английской и сшивание ее я надеюсь что вам было понятно понравилось конечно же не забывайте лайкать спасибо что оставались со мной на моем канале всем хорошего настроения ровных петель и пока пока